В Доброполье состоялась конференция, посвященная развитию бизнеса в регионе. Городские власти организовали встречу с местными предпринимателями, которые готовы за счет зарубежных грантов расширять свой бизнес, создавая таким образом новые рабочие места. В актовом зале Добропольского городского совета собрались предприниматели, чиновники и представители крупных промышленных предприятий. На конференции местным бизнесменам предлагают поучаствовать в специальных проектах, в которых можно получить денежные гранты на развитие собственного дела. Денис Лесницкий владеет сетью обувных магазинов. На данный момент предприниматель мечтает построить в Доброполе собственную кофейню. Однако средств на открытие нового дела пока не хватает. На конференции молодой бизнесмен попытался узнать, как можно получить денежный грант на реализацию коммерческого проекта. Не так давно я был во Львове со своими друзьями, и мне очень вдохновило там местные кофейни небольшие. Поэтому хотелось бы привнести культуру потребления кофе в наш город. Создать новые рабочие места и расширить швейный цех в Доброполье. Лариса Полищук делится планами. Предпринимательница владеет швейной мастерской. В будущем намерена расширять свой бизнес и готова поучаствовать в предложенных на конференции программах для получения денежного гранта. Мне нужно дополнительное оборудование швейное, которое сейчас просто очень дорого стоит в связи с качком курса доллара. На встрече городские власти Доброполе в сотрудничестве с компанией ДТЭК представили горожанам новые проекты и программы для развития предпринимательства. Компания ДТЭК реализует программу социального партнерства с городом Доброполье. У нас есть пять основных направлений. И одно из этих основных направлений – это развитие бизнес-среды. Если, не дай бог, у компании ДТЭК и у большого бизнеса возникают проблемы, а мы понимаем, эти проблемы действительно возникают в связи с той ситуацией, которая сегодня происходит в Украине, то в данном случае можно будет опереться, наверное, на малый и средний бизнес. Поэтому мы стараемся работать сейчас международными донорами и привлекаем международных доноров тоже на территорию города Доброполье. И сегодня радует уже тот факт, что такие грантовые программы приходят в город, и они уже работают. Оказывать содействие в развитии предпринимательства будет проект развития бизнес-среды в Большом Доброполье, который осуществляется по инициативе и при финансовой поддержке ДТЭК в партнерстве с местными властями. Проблема экономики монокультурного города – это проблема номер один для всех институций. Мы очень четко понимаем, что стабильность жизни городской громады не может зависеть от одного вида бизнеса, каким бы удачным или успешным он ни был. Мы нашли взаимопонимание с компанией ДТЭК, это еще в 2013-м, в довоенном году, и начали работать над проектом создания рабочих мест в городе Доброполье. В первую очередь в сфере малого сферного бизнеса. Городские власти готовы предоставить предпринимателям в аренду площади для ведения бизнеса и работают над созданием фонда поддержки предпринимательства, который будет не только консультировать, но и предоставлять финансовую помощь на возвратной основе. Максим Сурарский, Телеканал Донбасс.